Марш! Побежали, побежали! Давай! Пойдем, пойдем! Военно-спортивная игра для учащихся до призывного возраста проходит в Адлере уже 14 раз. Каждый год ученики нескольких районных школ охотно принимают участие в соревнованиях. Спартакеада проходит по нескольким дисциплинам. Подтягивания, отжимания, бросок мяча, прыжки в длину с места. В финале соревнуются в эстафете. Парень должен идти в армию, он должен уметь и подтягиваться, и отжиматься, и быстро бегать, и бегать кроссы, и знать элементарные снаряжения войсковые, то есть это каска, бронежилет, макет автомата. В этом году будущим солдатам пришлось сложнее. Их конкурентами стали действующие солдаты, которые служат в одной из военных частей Сочи. Правила для всех одинаковые, поблажек нет. Вместе со школьниками бойцы приняли участие во всех этапах соревнований. Мы такое боевое подразделение, которое очень часто занимается физкультурой. Каждое утро, каждый день у нас есть физические занятия. Нас нормально гоняют. Поэтому хорошие физические формы, готовы к противостоянию. Большая часть школьников тоже не лыком шиты. К спорту имеют прямое отношение. Многие занимаются в спортивных секциях. Они, в отличие от соперников из воинской части, знают заранее дату соревнований и тщательно к ним готовятся. Я сам собираюсь в военный вуз, так что для меня большая честь участвовать в таком турнире и набраться опыта. Тем более здесь участвуют реальные военные части. Это гораздо интереснее так. Первое место заняли ученики 59-го лицея. Второе – ребята из 27-й школы. Воинская часть заняла третье место. Военно-спортивная игра не единственное, что подготовили в этом году для сочинских допризывников. Впереди их ожидает еще несколько соревнований, где школьники смогут продемонстрировать свою физподготовку. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.